Всем привет, друзья! Это второе видео обучалка с пацанами. Сегодня мы будем снимать передний вис, потому что в предыдущем видео это был горизонт. Надеюсь, вам это видео понравилось предыдущее, и надеюсь, это тоже понравится. Давайте начнем. Леха будет показывать все упражнения подводящие, покажет, какие косяки у меня в переднем висе есть и так далее. Полетели! Ну что, друзья, давайте я первую попробую сделать передний вис, а Леха скажет, в чем мои косяки, потому что они определенно ехт. В целом неплохо, но, конечно же, еще надо подтянуть мышцы кора, больше попробовать именно вот этот момент с локтями, конечно же, именно трицепс, как фиксатор здесь работает, максимально включить плечи и спину в работу. И именно на прямых руках вот это тянущее движение свое делать. То есть, в принципе, я не буду сейчас какие-то прям подводящие такие элементы, что-то такое рассказывать. Я думаю, перейдем сразу к самому соку, к самому важному, что поможет пробить ваш застрой в переднем висе. И что вам нужно делать, это просто максимально включить все свои жилы и свилины и просто тянуть прямое тело наверх. В самой пиковой точке задержаться максимально долго. Это сразу исправит ошибку согнутыми локтями, да, то есть, как большинство делает. Запрыгивают на турник, из турника опускаются вот так медленно вис, и где-то чуть-чуть дохалявят, не выпрямляют локти. То есть, по сути, больше держат не за счет трицепса передний вис, а уже за счет бицепса. Это неправильно. И, разумеется, нужно укреплять мышцы кора, корпус. То есть, что вам здесь поможет? Самое элементарное упражнение – удержание планки. Ставьте свой максимум, бейте свои рекорды, стойте максимально долго в планке, потому что прежде всего нужно работать над нейромышечной связью, то есть, укреплять ее максимально. Потому что мозг что? Мозг хочет, чтобы вы расслаблялись как можно быстрее. И поэтому это вас придерживает, отталкивает от того, чтобы держать элемент как можно дольше. В своей тренировке самое сложное упражнение, то есть, как вы начинаете тренировку переднего виса. То есть, вы начинаете, разогреваетесь, прогреваете все мышцы вашего верха, плечи, спину. Желательно, конечно же, корпус тоже разогреть, то есть, там, поясницу, чтобы не было травм. Вы делаете сначала самые сложные упражнения, то есть, которые я только что уже показал. После этого, как закачку, когда вы чувствуете, что все, уже сил нету, но спина уже ноет, уже тянуть невозможно, ничего не получается. Да, уже какие-то согнутые локти начинаются, то есть, ну, полная ерунда. Поэтому в конце тренировки обязательно надо делать закачивающие упражнения. Это могут быть как подводящие к переднему вису, то есть, какие-то упрощенные варианты. Либо же вы можете делать просто общую физическую подготовку. Подтягивание, отжимание, это тоже очень сильно помогает. Не пренебрегайте этим. Итак, какие упражнения можно делать в конце тренировки переднего виса? Это, опять-таки, самое простое, эффективное упражнение. Если вы чувствуете, что у вас еще есть силы, то можно попробовать в таком поджатом положении подтягиваться. Показываю. Ну и можно подержать. Чуть подтянулись, подержали. То есть, пытайтесь максимально долго держаться на турнике. Это вам точно поможет. Отличное упражнение. Тоже его можно использовать. Чем оно хорошо? Оно прокачает также ваши мышцы корпуса, которые в передней висе очень важны. И, опять-таки, поможет вам именно вот с прямого положения тянуть свое тело. И в конце, когда уже совсем сил нету, можно найти какой-нибудь пониже турник. И просто в таком поджатом состоянии. Держите просто свой максимум. Со временем это время будет увеличиваться, и вы заметите свой прогресс. Что еще, на что очень важно обратить внимание в передней висе? Это, конечно же, на то, что нужно максимально укреплять свои мышцы кора. То есть, просто стоять в планке как можно дольше и со временем увеличивать это время. Еще очень много я вижу. Некоторые ребята тренируют передний вис с одной выпрямленной ногой, с другой поджатой. Опять-таки, как и в прошлом видео с горизонтом, я не советую вам очень много времени уделять этой прогрессии, потому что, ну, на мой взгляд, она просто малоэффективная. То есть, центр тяжести немножко смещается, и, в принципе, уже мышцы не настолько эффективно, именно мышцы спины уже не настолько эффективно работают. Опять-таки, пробуйте, и со временем вы поймете, что больше пробивает ваш застой в элементе. Также еще хочу обратить ваше внимание на довольно-таки странную прогрессию. Я, на самом деле, может, даже ее и не видел, чтобы кто-то делал, но, тем не менее, она существует. Некоторые пытаются ее делать, делают кому-то, может, она даже помогает. Это передний виз, ноги в розь. Да, выглядит нелепо, показывать не буду, но, опять-таки, это прогрессия, которая может, ну, в принципе, этот ваш застой усугубить. То есть, вы просто будете не прогрессировать и будете задаваться вопросами, а что же я делаю не так. Поэтому, друзья, опять-таки, как я ранее уже рассказывал, старайтесь бороться именно с прямых рук и просто себя тянуть максимально наверх. Со временем вы получите эту прямую линию. Также, друзья, и менее важно, это ваш хват. Очень часто я замечал и даже у меня спрашивали, можно ли делать передний виз с так называемым false grip, то есть, заложенным, да, то есть, когда вы свои кисти закладываете на турник. Опять-таки, вроде бы и да, вроде бы и нет. Я бы не советовал так делать, потому что это облегчит вашу задачу. То есть, false grip легче держать передний виз. Вы можете увеличить количество его удержания. Но, опять-таки, чтобы делать именно качественный, красивый элемент, я советую все-таки браться обычным хватом. То есть, обычный хват, ваша кисть должна быть здесь максимально прямая. То есть, передний виз, вот, вы так вот держитесь, и ваше тело натянуто, как струнка. Так что, тренируйтесь, друзья. Я надеюсь, эта обучалка вам очень поможет. Субтитры сделал DimaTorzok